Здравствуйте, дорогие зрительницы-рукодельницы! И сегодня мы с вами поговорим о кроликах. Посмотрите, вот здесь целая корзинка даже. К кроликам прилагаются еще деревянные тюльпаны из Германии и из Голландии. А еще и пасхальные яички, там тоже кролик. Почему пасхальный кролик? Многие из вас могут сказать, что пасхальный кролик как бы к православным традициям пасхальным не имеет никакого отношения. Тут я с вами соглашусь, спорить не буду, но у меня немножко другой подход, другое видение. Конечно же, пасхальный кролик имеет большое отношение и играет большую роль в культуре и традициях стран Западной Европы, Америки, Канады и так далее. Ну и вы спросите, ну а мы при чем здесь? Ну если вы обратили внимание, во многих магазинах сейчас очень много атрибутов, декораций, которые все-таки ориентированы на Западноевропейскую культуру. И даже не замечая этого, мы потихоньку в свой быт это ввели, не задумываясь о том, относится это к нашей культуре русской или нет. Они у нас присутствуют и я думаю, что вы со мной согласитесь, потому что вы это видите. Даже посещая магазин Хэкспрайс, вы видите там атрибуты, которые далеко не относятся к нашей православной культуре. Почему же у меня эти кролики пасхальные? Ну здесь у меня отчасти это связано с моей профессиональной деятельностью. Человек, который имеет отношение к иностранному языку, он связан с культурой, традицией языка и народа, который говорит на этом языке. Поэтому большую часть своей сознательной жизни я имею дело с иностранными текстами, с языком, а соответственно я должна еще и вникать в культуру, традиции и обычаи. И вот пасхальные кролики. Ну с ними я уже давно знакома, еще со времен, когда я училась, получала образование, потом во время путешествий в той же самой Германии. Но и они занимают у меня довольно такое прочное место в моей жизни и являются атрибутами Пасхи. Как католической Пасхи, потому что ты связан профессиональной деятельностью так или иначе. Так, когда наша Пасха подходит, у меня это тоже как атрибуты. Поэтому если вы не согласны и видите в этом что-то иное, ну позвольте мне остаться с моим мнением, с моим видением. Мне это нравится. Я впитала в себя это на протяжении ряда лет и я от этого отказаться не могу. Почему пасхальный кролик? Ну в древнегерманской мифологии кролик это символ плодородия. Я вам не буду вести урок и рассказывать об историях, традициях возникновения этого пасхального кролика. У меня видео не обучающее, не собираюсь читать лекцию. Это можно почитать на Яндексе, можно посмотреть видео. Кто специально снимает такие видео, у меня видео, как я этих кроликов делала и делаю. Больше всего мне нравится вот изготовление кроликов в таком формате, по такому шаблону. Хотя я на Ютьюбе видела огромное количество этих кроликов. Они в самом разном предварении идей и вариантах. Но мне понравился вот такой вариант больше всего. Эти кролики у меня уже давнишние, я их уже давно сделала. Но я их сделала настолько оригинально и интересно для себя, что это для меня и память о моих первых работах. И в то же время они в единственном экземпляре. Я их храню, использую. С ними ничего не происходит, с тканью ничего не происходит, она также остается. Ну, что главное для меня, когда я изготавливаю кролика? Понятно, что сделать его проблем никаких нет. Берешь шаблон, по шаблону сшиваешь, вырезаешь, потом набиваешь наполнителем каким-то. Но для меня главное, какая у него будет внешняя сторона, то есть обертка в моем понимании. Как я его задекорирую. Вот здесь, если вы посмотрите, здесь вышивка, которую я вырезала. Был у меня отрезок ткани, на которой была вышивка. Я вырезала и пришила. И вот здесь бантик. Глазки у него есть, такие как пуговички. Вот один вариант. А этот у меня очень модный в юбочке, посмотрите. Я придумала из ткани сделать юбочку. Ненужные пуговички использовала, если обратите внимание. Вот пуговички. Вот здесь, как фантазия мне позволяла, всякие импровизированные цветочки сделала. И обязательно бантик, и глазки у него тоже есть. Идем дальше. Следующий. Он вроде бы похож у нас на вот этого. Но здесь у нас другая вышивка. Бантик такой же. Их можно вот так вместе поставить. Сладкая парочка. Вроде бы ткань одна и та же. Но посмотрите, смотрится абсолютно по-другому. И у этого зайчика тоже есть компаньон. Вот посмотрите. У нас та же самая ткань. Но он выглядит абсолютно по-другому. Опять у нас тут фигурируют наши пуговички. Вот здесь так их вообще целая россыпь. И получается у нас вот еще. Зайцев должно быть много. Я вам говорила о том, что в древней германской мифологии это признак плодородия. Именно зайцы весной как раз и приносят свое многочисленное потомство. Но вы видите, и у меня этого потомства предостаточно. Вот еще следующая компания у нас. Здесь у нас в качестве декора используется вязанный такой цветок. Из махеровых ниток я связала цветок. Вот такой у нас зайчик. И к нему тоже есть компаньон. И обратите внимание, тоже у нас цветок вязанный из такой же махеровой нитки. Вот у нас следующая компания. Так, ну а вот этот зайчик у нас, это вязанный. По какому-то мастер-классу я делала. Но хочу сказать, что вот именно такие мне почему-то не понравились. Я их делала энное количество, не помню уже сколько. Я их потом раздавила. Несмотря на то, что вроде бы они симпатично смотрятся. Вот хвостик такой пушистенький. Вот здесь и декоративный такой элемент на ниточку. Но как-то вот они мне не зашли. А те, которые я делала, я практически все раздарила своим знакомым. И из последнего, что я сделала, это вот такой вот у нас зайчик. Вы видите, это уже другой шаблон. Принцип изготовления тот же самый. Только у него вот такие вот ушки получаются. Сделать не сложно. Технология изготовления такая же, как у этих. Только для меня была задача. А как же мне сделать так, чтобы он был уникальный, интересный, неповторимый. У меня была вот такая атласная лента красного цвета. У многих есть такие ленточки от ваших букетов, которые вам дарили. Они потом лежат, вы не знаете, куда их пристроить. И вот у меня была эта красная лента. С одной стороны, она вроде бы симпатичная, но никуда я ее пристроить не могла. И вот я ее тулила, где только можно. Но нигде она мне не подходит. А потом, когда я сшила этого зайца и решила из этой ленты сделать ему цветок, посерединке прицепила вот такую куговичку металлическую. И использовала шнурочек. А шнурочек это часто одежда, бирки на одежду прикрепляют к одежде на шнурочках. У меня была такая бирка красного цвета. Я завязала этот шнурочек и пришила вот этот бантик. У меня получился вот такой очаровательный кролик. Во многих декоративных фигурках зайчиков не всегда присутствуют глаза. Вы видите, вот здесь вот есть, а вот здесь, например, нет. Но это не принципиально. Кто как хочет. Хотите, прикрепляйте глаза. Хотите, нет. В принципе, и без глаз тоже как декоративная фигурка смотрится очень даже хорошо. Если на меня найдет вдохновение, я еще, может быть, пару зайчиков-кроликов сделаю. Сделать это не сложно. Для меня важно, как он будет потом выглядеть. То есть, какая у него будет потом внешняя оболочка, вот декор именно. А это не так-то просто сделать. Потому что мне нужно, чтобы он был неповторимый, оригинальный. И вот если вы еще раз посмотрите на мою корзиночку, обратите внимание, у меня есть вот такие деревянные тюльпаны. Один свалился. Они, видите, вот здесь вот так вот насаживаются. Попытаюсь его достать, потому что нехорошо без верхушечки. Эти тюльпаны, я уже не помню, либо мне кто-то дарил в Германии, либо я сама с Германией привезла. Им очень уже много лет. На скидку лет 15 это точно. Храню, вспоминаю. Потом есть еще вот такие яички, как шкатулки. Это в фикс прайсе было в прошлом году. Я покупала, вот видите, тоже атрибут. Зайчик-кролик, яички. Кроме пасхальных кроликов, еще в западноевропейской культуре присутствуют курочки и цыплята. Идея курочки я тоже заразилась. Но, знаете, на все нужно и большое желание, и время. Пока что до курочек я не дошла. Хотя, если захотеть и задастся этой целью, я это, конечно, сделать смогу. А сегодня моя задача была познакомить вас с моими вот этими очаровашками, которые сидят у меня в плетеные корзинки. Их можно расставлять и по отдельности. Можно, чтобы соблюдать уже традиции, как принцип плодородия. Их до кучи тут всех посадить, чтобы они сидели. Вот я для вас подготовила вот эту идею, демонстрацию, чтобы вы посмотрели. Вы уже можете делать своих кроликов, каких вы хотите. Кролик, как игрушка вот такая декоративная, это очень хороший подарок. Вы можете соседям, знакомым, родственникам подарить. И люди, которые это ценят и которые в этом понимают, они будут это хранить и вас вспоминать. Таким образом, в этих кроликах сохранится о вас добрая память. Ну что, мы с кроликами сегодня с вами прощаемся. У меня есть еще некоторые идеи, которые я вам могу показать из декора. А сегодня, в принципе, идея мною до вас донесена. Желаю вам своих пасхальных кроликов создать побольше, поинтересней, покреативней. И встретимся с вами в новых видео.